Ча-ча-ча. Привет всем. Да. 19.00. Да, вот вам цветочек на память, но мы его затрём, потому что нужно место. Да, потому что он позорный. Нормальный цветочек. Мёрфи, первая часть, красный Мёрфи. Юнит 101 по старому. Старое издание у нас, первое издание. Ну, это не вожать. Всё нормально. Майкрофон is here, you are here, I am here. Тогда у них разное состояние. А, отличное расстояние. Ты видел, какой звук там громкий? Не отвлекайся. Ча-фа. Ча-фа, мне потом это всё вырезать. So, Юнит 101 по первому изданию Мёрфи. Он не сильно отличается, даже если у вас какое-то другое издание. Просто найдите тогда по заголовку. Да, какой-то и... То есть тогда просто вот посмотрите, да. Going, fall off, run away, etc. Что это такое? Конечно. Frazzle verbs. Что это такое? Помнишь? Фразовые глаголы. Угу. В чём особенность? Что у них там не так? Было просто... У них должно быть правописание с предлогом. Не просто правописание, а просто написание с предлогом вместе. Написание с предлогом. Да, они всегда идут вместе с предлогом, например, go in. Давайте разберём, как это привязать к русскому. Если просто go, это ходить, да. Вот представьте, ходить. А у вас ещё есть кусочек in. Ходить в. То есть входить. Да, представьте, что префикс... У них в английском ушёл за глагол. По сути, in, он как бы предлог. Если кто-то обратил внимание, в русском языке префиксы, да, вот эти приставки. Pre, pre, z, да, iz. Ну, они ведь тоже есть такие предлоги. И вот, когда они добавляются к корню, получается совсем другое значение этого корня. То же самое в английском. Ну, только представьте, что их префиксы оторвали от корня и добавили в конец предложения или после глагола. Вот так это можно понять мозгами русскими. Потому что очень часто это вызывает ступор у учеников и вообще у людей, которые... Что? Что? Почему этот кусочек где-то там сзади? И как мне теперь это всё понять? Взади? Взади? В конце предложения. И что же, как бы, почему мы come on переводим как давайте, если come это приходить? Come on, come on и прочие другие смешные разности. Окей, это было объяснение на тему... Не бойся, можешь голос петь. Мы разберём это. Да не, я плохо понимаю. Я вообще не знаю, что вообще. Поехали, всё, ближе к грамматике, давай. Going, уже разобрали, входить. Fall off. Да, ключ к пониманию этих фразовых глаголов. Вы должны знать, что хорошо. Вы должны знать хорошо сам корень. Больше сделать? А так, так и скажу, что ты жестами выражаешься. Так, значит, понимание к фразовому глаголу, теперь серьёзно, идёт откуда? С понимания корня, да? И с хорошего знания вот этого, собственно, предлога, как он сам по себе переводился отдельно, как предлог. Off – это вот в этом предлоге. Оф – далеко, на удаление. Помнишь? Оф, go off, или какие у нас были предлоги? Выключить свет, turn off. Да, как бы на удаление, что-то выли из. Так вот, fall – падать, fall off – это ты, получается, откуда-то уже упала. Ты падаешь на удаление. Ты падаешь куда-то из чего-то, окей? Run away. Разберём. Если run – это бегать, то away. Не знаю, как выяснить. С жестами они не видят жестов. Away – это прочь. Ой, прочь. Далеко тоже. Прочь. Ой, какой коревый почерк. Это не годится, да? Вы поймёте. Вы поймёте? Вы поймёте, девушка. Я это пойму. Мы это всё вырежем. Итак, если у вас… Ой, это уже вырежем. Не будет чёрным, окей? Так зачем вы вот этим решили? Away – так красивее. Away – это прочь. Off. Тоже не понять. In – это в. В. Off – это тоже на удаление. Ну, можно… Как правильно? Off – далеко. Блин, как это на русском сказать? Даже не знаю. Yes, today I fell off the ladder. Да, ладно. Ну, ты вроде неплохо выглядишь для того, кто упал с лестницы. Yeah. You mean it? Yeah, yeah, yeah. У тебя, правда, сидят на коленке? Она имела это в виду серьёзно. Ладно. Не, это на самом деле… Это я… Это булава. Упала на меня, когда я падала с лестницы, да? Нет, это булава моя. Замечательно. The potolog. Как это мило. Мы только что придумали объяснение. The potolog. Ладно. Значит, смысл в чём фраза в глаголах? Либо тупо заучиваем, простите за мой французский, либо понимаем корень, понимаем отдельно предлог этот, который стоит после корня, и потом уже пытаемся слепить смысл процентов, ну сколько, 70-80, у вас получится понять, что они значат, зная эти кусочки, но очень часто реально надо просто заучивать. Итак, теперь ближе к тексту. A phrasal verb is a verb. Так это они тут напишут, да? Plus, in, out, on, etc. Слушай, как они это объяснили гениально. Фразовый глагол – это глагол. Plus, in, out. Гениально. Фразовый глагол – это что? Это глагол. Это глагол с фразой, да? Аппендикс, просто по незнакомым словам. Аппендикс 5 for other phrasal verbs. Это учебник возьмите и вот так откройте. И в конце будет. А мы его тоже открыли, у нас это внизу будет. Аппендикс – это само слово. Помимо тот, который иногда вырезает во время операции. Аппендикс – это дополнение, да? Что-то такое, что не входит в основную часть. Ну да, то есть, как бы, все 107 юнита. А потом идет аппендикс. Приложение можно приобретать. Прилагательное, прилагающиеся прилагательные. For other phrasal verbs – для других фразовых глаголов, также смотрите в приложении. Их не так много, всего около 7 тысяч. Для тех, кто не знал, в английском языке. В общем, это мало, настолько мало, что вообще заблуждится ничего. Ну, основные сотню, две, три – это выучить за раз. Можно как бы, ну, не за раз, но за несколько. Это сотня, две, три? Да нет, тут чуть даже меньше. Основные, которые вы используете каждый день и реально услышите где-то, это не так уж и много. По примеру. Ты что-то видишь? А, вот у нас. Далее. А что могло случиться? Ин. Давай первый пример. Ин, go in, out, go out, look out. Если ин – это в середину, out – из. Соответственно, отсюда выплывает… Есть русский слово «выплывает»? Выплывает? Чапай выплывает на берег, нет. Отсюда делаем вывод. Выплывает? Так. На украинском языке выплывает, с этого выплывает. То есть, с этого следует вывод. Ну, так есть слово «выплывает». Да, ну, в другом значении. Поехали дальше. Но оно же выплывает, значит, оно получается. Получается, всё верно, перевели. Для тех, кто не знает украинский, да? Отсюда вытекает. Да, особенно я. Вытекает на русском, я вспомнила. I waited outside the house. I didn't go in into the house. He opened the door and walked in. Как переведём? Я ждал вне дома. Снаружи дома. Снаружи дома. Снаружи дома. Я не входил. То есть, into the house, у него не было его там. He opened the door and walked in. Он открыл дверь и вошёл, 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 вовнутрь. Вовнутрь, вошёл. Вок, ходить пешком ногами, то есть, и вошёл туда, да? Вот как на фотографии картинки. Out. The car stopped and the woman got out. Got out of the car. Устойчивое выражение, да? I went to the window and looked out. Что здесь по лексике? Значит, look out. Смотреть изоткуда-то. Выглянуть из окна. Или есть ещё выражение. Look out. Watch out. Это что значит? Если ты кого-то предупреждаешь об опасности, ты кричишь ему. Look out. По-другому. Watch out. Watch out. На тебе машина едет аккуратно. Тойди, например. Не стой под краном. А что значит, goccia? I got you. Goccia? Это gotta. I got... Goccia. Пишется gotta. I gotcha. I gotcha. I gotcha. I gotcha. Я тебя и получила. Я тебя догнал. I gotcha. Наверное, там было вот так. I gotcha. Читается как I gotcha. Типа я тебя поймал, я тебя догнал. Нет, это frozen. Frozen? Причём здесь frozen? Ну, мультик frozen. Я поняла, что мультик. Там, где она её ловила. А я тебе только что о чём говорю. Я тебя поймал, догнал, получил во всех смыслах. Get. Получать. Догнал тебя, да? Гача. Попалась. Попался. Попался. Ты понимаешь, мы 9.41 сейчас дураком маяемся, вот отвлекаемся. Это всё вырежем сначала. The car stopped and the woman got out. Машина остановилась и женщина вышла. I went to the window and looked out. Translate. Я подошёл в окно и выглянул. И выглянул. Да. Look out. Я выглянул из окна и подошёл. Of the window. Я сначала подошёл, потом выглянул. Ещё значение look out. Watch out – это осторожно, да? Берегись, посмотри. Осторожно, дверью закрыта. I got you. Был вопрос, что такое гача. Попался, попалась, я тебя поймал. Идём дальше. On, off. Если on, запомним, это движение на поверхность, на какую-то, да? В данном случае. The bus arrived and I got on. Что, как переведём для наших зрителей, для тех, кто ещё не знает? Автобус приехал, и я зашёл. Я зашёл на него. А помню, что с транспортом мы используем get on? В каких случаях? Когда у нас какой-то большой вид транспорта. Чуп-чуп-чуп. Потому что оно как-то в прошедшем времени как-то получилось, как-то, так сказать, сделалось год. Как-то. Правильно? Вы же сказали get on. Ну, мы же пишем в инфинитиве. Для тех, кто ещё в танке. Для тех, кто в танке объясняем. Ну, так у вас all получается какое-то. Боже, какая она питанша. Если понятно, вот так вот. Вот так понятно? Да. Так вот, ты когда заходишь в какой-нибудь бум, вид транспорта, который выглядит как... Ладно, не буду говорить, как он выглядит. Главное, что здесь у тебя как бы платформа большая. Ты маленькая, а автобус большой. Где у платформы? Куда едет автобус? Правая или влево? Правая. Как понять? Он едет влево. Почему? Потому что дверь справа. Ты какая, знаешь, да? Хорошо, разобрались. Да, я смотрела. Помнит. Далее. Значит, на автобус, на трейн, на что ещё можно забраться? На что-то большое? Такой же гарон. Ну, в машину кому-то приказываешь. Get into the car. Да, get into. Ты как бы в серединку залазишь. Get in the taxi. Get in the taxi. Get into the taxi. Да, то же самое, как машина, да? Get in the car, они говорят часто. Get into the car. А маршрутка, это уже как бы платформа получается? Это уже как бы бас. Ну, то есть... О, тут уже под виды маршруток. Я тебе не могу сказать. У них, во-первых, никогда не видела маршруток таких вот маленьких, чтобы можно и не... Ну, вот этот вот, который вот такой вот в армии. Маршрутка, это тот же самый бас, да? Get on the bus, они скажут, залазь в автобус. Get into the car, лезь в машину. Когда тебя в машину приглашают или в такси, ты садишься, да? Да, или преступник говорит, девочка, get into the car. Вот этого делать не надо. В этот момент девочка быстренько разворачивается и убегает к своей маме быстрыми шагами, да? Да, или... Девочка, хочешь шоколадкой, Горя? Не надо, я не ем шоколадкой. Нет, я гимнастка, мне нельзя сладкое, без питосика. Опять всё вырезать придётся. Off. Be careful, don't fall off. Что мы перевалим, мы распределяем обязанности. Я читаю, ты переводишь. Be careful, будь. Будь устойчивой. Должны, не свались. Не свались. Off. Движение откуда-то мы тоже разбирали, да? Прочь откуда-то, на удаление. Up, down, вверх-вниз. Соответственно, stand up, встать. Fall down, упасть вниз. Sit down. Sit down, сесть вниз. Мне кажется, это все знают. Sit down. Мы фераму расшифруем, тех, кто не знает. He stood up and left the room. Он встал и ушёл из комнаты. И покинул комнату, до слова. Prices usually go up. Цены обычно поднимаются. Да. А цены на айфоны опускаются. Ты в какой сказке сейчас? Давай дальше. Не, ну старый айфон. I looked up at the stars. Я посмотрела на звезды. Да, замечательно. Would you... So romantic. This is so romantic. Would you like to sit down? Вы хотите лисичь? Угу, присесть. The picture fell down. Вот она, упала картинка. Lie down on the floor. Ой, как я сомневаюсь. Кому тут это вам будет на гимнастике сказать? А ну-ка, приляжьте-ка вы на пол. Будем сейчас тянуть ноги. Как вас там натягивать ноги? Говорят. Lie down. Лечь вниз на... На пол. Хорошо, дальше. Решифруем. Away. Мы только что сказали. Вы это прочь. Или off. Тоже. Пусть видите. Run away. Убежать прочь. Убежал прочь. The thief ran out of the shop and ran away. Вар. Да, возьмем его как новое слово. Для кого-то, может быть, это да? Убежал. The thief ran out of the shop. Из магазина. Выбежал из магазина и убежал переч. The woman got into the car and drove away. Такая же сирь. Пиздураков. Давай, давай. Мне потом это вырезать. Знаешь, сколько долбаться с ним сидеть? Надо записывать так ролик, чтобы сразу было хорошо. The woman got into the car and drove away. Translate. Для наших зрителей. Ну, я понимаю, что ты понимаешь. И ты понимаешь, что я понимаю. Может быть, кто-то не понимает. Женщина как бы не залезла. Села в машину. Села в машину. Села в машину. Забралась в машину. И уехала прочь. Когда ты, например, по работе звонишь. Ой, а его нет, он go away. То есть он куда-то уехал, а сейчас его нет на месте. Да нет. Не обязательно. Куда-то уехали. Здесь уехала Аня. Но она... Он налетел. Но обещал. Да, но она возвращается на следующей неделе. Come back. Кстати, вот он, ваш back. Да, вот смотрим back. Come back. Go away. Сначала человек уходит, потом он come back. Возвращается. Значит, back это назад. Обратно. Поэтому вместе с глаголом будет означать какой-то возврат. After dinner at a restaurant, we went back to our hotel. Шнель битте. Убег сацин битте шнель. Я буду ругаться на немецком. Можно? Давай. После... У... В чём мы зависли? В ужину. Дина. Поздний обед, ужин. А, ну ужин. Ужин. Назовай его по-русски ужином. После ужина в ресторане, мы пошли или поехали обратно в наш отель. Go away, don't come back. Кто-то сердит и кого-то... Как тренеры нашли. Уходи ты прочь подальше и не приходи. Да, вот так вот. Никогда. Round, look round. Round это вокруг, круглый, да? Look around, обернись. Somebody shouted, so I looked around. Кто-то крикнул, кто-то покричал, закричал, и я обернусь. We went for a long walk. After four miles, we turned round and went back. Мы пошли на длинную прогулку. После четырёх миль мы... Turn round. Повернулись. Развернулись. И ушли обратно. А что значит, что такое мили? A mile. A mile, это сколько там? Примерно иногда 1,6, иногда 1,8 километра, да? Не для меры длины в ванно-саксонском мире, да? В Англии, а потом и в Америке это стало. Oh, sorry about that. Вырежу. Over. Над. Через что? Через надо. The wall wasn't high, so we climbed over. Как наши соседи. Сначала переведи. Стенка не была очень высокой, примерно километр. Без стихоплёдства, без вот этого, пожалуйста, шнелла. И мы перелезли через... Давай, и мы через ней перелезли. When you come to the end of a page, turn over. Когда вы дойдёте до конца страницы, переворачиваете... Перевернуйте, идите дальше как бы, да? I fell over because my shoes were too big for me. Вот он, fall over. Перевернулся, как упал через что-то. Как это, перечипывайся, как на русском. Wait. Подожди, зачекай, не так швидко. I fell over. Что? Зачекай, это подожди, ты уже знаешь. Швиденько, ты уже тоже знаешь. Не так швиденько, это значит не так швидко, не так быстро, да? I fell over. Я переспоткнулся. Перечипывайся через что-то, да? Because my shoes were too big for me. Мои сапушки... Большеваты, да? Да. Слишком больши для меня. Размер 42. 45. So, теперь движемся куда? На exercises. Вот теперь будем... Turn over the page. Turn over the page. В нашем случае мы её просто подвинем вверх, да? Ну, это же мы кому-нибудь там скажем. Так, не стучать. Стоп. Как-то странно получилось. Давай мы выберем другой брифит. Выберем тоненький, красненький. Пусть будет... Поехали записывать. Лозовый. Лозовый? Ты хочешь лозовый? You want a pink? Пусть будет pink. Look at the pictures and complete the sentences with in, out, up, etc. Предлагаю сделать стоп и записать новый, да? Bye.